Всем привет! С вами Сергей, я рад приветствовать вас на канале Bastion S. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же такое кодовые элементы различных видов замков и как они работают. Для начала давайте же разберемся, что же такое кодовый механизм замка. Во-первых, в различных типах замков кодовым механизмом будут являться совершенно разные вещи. Если мы говорим про цилиндровые замки, то кодовый механизм в данных замках это как раз цилиндровый механизм. Подробнее об этом вы можете посмотреть в одном из наших видео. Но если углубиться в цилиндровые механизмы, то сами кодовые элементы могут очень сильно отличаться в зависимости от степени секретности, производителя и тому подобных вещей. Для примера сейчас вы видите на экране два разных типа цилиндровых механизмов с двумя разными типами секретности. Отличаются они тем, что в одном кодовыми элементами будут являться просто обычные подпружиненные пины, а в другом это подвижные штифты, которые выстраиваются по бороздкам ключа. Сергей, а какой из этих цилиндров лучше? Смотрите, ну если говорить конкретно про эти модели, то можно выделить вот тот, который идет с нарезками. На самом деле каждый производитель сам вырабатывает те механизмы секретности, и это наработано годами. И порой обычная пиновая история может очень быть в выигрышном положении по сравнению с другими вещами. Секретность, взломостойкость цилиндра, ну и соответственно его цена будут, так скажем, его отличительными чертами по сравнению с другими. Самое простое – отталкиваться от цены, ну конечно, это не всегда корректно. Есть довольно-таки неплохие вещи, которые стоят не так дорого, но будут защищать вашу дверь довольно-таки надежно. А что дают эти кодовые механизмы? Только взломостойкость или что-то еще? По сути это секретность цилиндра, то есть на вскрытие его отмычками, ну так скажем, интеллектуальное вскрытие. Ну и конечно же эти элементы должны быть защищены и от вандального вскрытия, то есть если у нас пытаются высверлить цилиндр или тому подобные какие-то вещи, либо переломить его. Сергей, а вот ты говоришь про цилиндровые механизмы, а если говорить про сувальдные замки? Сувальдные замки, у них, кстати, и название именно сувальдные от слова сувальда. То есть кодовыми элементами данных замков являются именно вот эти вот самые сувальды. Такие небольшие пластины, которые... А давайте посмотрим наглядно. Итак, давайте разберем замок. В сувальдном замке кодовые элементы, так называемые сувальды. Давайте посмотрим, что это такое. Это вот такая пластина, которая имеет определенную нарезку вот здесь. То есть каждая из пластин имеет разную нарезку. То есть замок может быть 10-сувальдный, 8-сувальдный и так далее. Сейчас объясню для наглядности. Вот нарезка ключа, которая встает и толкает пластину на определенную высоту. И нам очень важно, чтобы стойка хвостовика, которая находится вот здесь, могла пройти вот по этой линии для того, чтобы выдвинуть и задвинуть ригели. То есть вот такая пластиночка – это и есть кодовый элемент сувальдного замка. По сути, во всех сувальдных замках вот такие штуки. Принцип замка может быть реализован по-разному. То есть здесь мы можем увидеть определенный редуктор, так называемый, шестеренки, при помощи которого будет довольно-таки плавный ход у этого замка. Кстати, если говорить конкретно об этой модели, на сегодня это один из самых невскрываемых замков. Причем стоит отметить, этот замок российский, но даст фору даже итальянцы. Более подробно в одном из наших следующих видео мы сравним разные сувальдные замки, их модели, чем они отличаются и так далее. Поэтому подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить это видео. А если сравнивать сувальдный и цилиндровый механизмы, то какой из них будет лучше? Смотрите, это два разных замка. То есть нельзя сравнивать цилиндровый механизм и сувальдный замок. Нет, ну как бы можно сравнить, но совершенно по другим характеристикам. То есть удобство маленького ключа, нет сквозного отверстия и так далее. Если мы говорим про взломостойкость, у них разный принцип работы. И работать с ними нужно совершенно по-разному. То есть сувальдные замки, они так сказать силовое запирание двери. И многие наши заказчики, которые, ну так скажем, приобрели свои знания еще в 90-е годы о замках и цилиндровых механизмах, выбирают именно сувальдные замки, считая, что они более взломостойкие. Но скажу совершенно точно, что за последние годы на российский рынок зашло очень много высокотехнологичных, качественных цилиндровых механизмов, на которые можно положиться со стопроцентной уверенностью. Ну и скажу честно, из своего опыта, для меня в приоритете два цилиндровых замка. Итак, мы с вами разобрались с кодовыми элементами обычных механических замков. Если говорить о электрических замках, например, электромагнитном замке и системе открывания, такой как биометрический сканер, в данном случае кодовым элементом будет ваш палец. Компания Bastion всегда следит за рынком за мощно-скобяных изделий и выбирает только лучших производителей для наших дверей. Если у вас остались вопросы касаемо замков и цилиндровых механизмов, обязательно задавайте их в комментариях. А с вами был Сергей на канале Bastion S. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok